Всем привет! Сегодня у нас будет распаковочка посылки. Как видим, была вскрыта таможней. Здесь я уже немного сам открыл. По скотчу видно, что скрывали. Так, что мы здесь получили? Получили лазерный уровень. Довольно интересный. Если помните, предыдущий был такой, не очень по характеристикам, но плюс был, что он 360 градусов. Этот стоит немножко дешевле, но он направленный. Фирма Firecore, по-моему, насколько я знаю. Так, такая вот коробка. Сразу встречает нас чехол. Так, в коробке также есть инструкция. Так, назвал я правильно. Firecore. Happy. Это поддержка. Инструкция на английском языке. Цветная, кстати. Уже плюс. Идет сам уровень направленный. Горизонталь, вертикаль. И также есть крепеж с неодимовыми магнитами, прорезиненной подложкой и резьбой 1,4. Это фото-видео, как у штативов идет. Ну и здесь все по картинкам написано. Как включить, как включить горизонталь, вертикаль или одно и второе вместе. Ну, в принципе, и комплектность. Вот характеристики. Так, погрешность у нас на 1 миллиметр. Плюс-минус 1 миллиметр на 5 метров. Так, рабочее пространство компенсаторов 4 градусов на плюс-минус 4 градуса плюс-минус 0,5 градусов. Так, резьба у нас идет на самом уровне 1,4. Рабочая дистанция 10 метров. Класс 2. Также защита у нас идет IP54. Работа от 2 пальчиковые батарейки 2А формата 8 часов. И здесь идет уже температура лазеров минус 10 плюс 50. Это рабочая температура, насколько я знаю. И вес 360 грамм. Ладно, инструкцию посмотрели. Давайте распаковывать, смотреть, что у нас здесь находится чехол. Довольно интересный на липучке. Довольно качественно сшит. Такое с гранями ровными. И внутри. Так, видим сразу, что здесь у нас также подается все упаковал нормально. И достаем все с комплектом. Смотрите, это типа тоже идет к инструменту или это просто подарок? Я так, насколько я понимаю, это подарок, скорее всего. Брелок в виде совы. Ну, мелочь, но приятно, ребят. Да, приятно. Такая вот сова. Ладно, в сумочке больше ничего. Здесь идет отсек. Вот кармашек. Наверное, не видно вам. Вот так будет виднее. Маленький кармашек. Потом здесь карман. И перегородка, чтобы положить с одной стороны сам уровень, с другой стороны подставку. Так, давайте достанем все с пакетов. Сейчас мы сначала посмотрим сам уровень и перейдем к тестированию. Так, ну, такая вот у нас подставочка, ребят. Вот два мощных неодимовых магнита. Подложечка у нас прорезиненная. И здесь вижу уже пять восьмых резьба. Это стандартная, строительная, да, вот под эти уровни резьба. Но также есть вот переходник, да, под одну четвертую. Фото-видео резьба. Ну, назовем ее так. Так, этот переходник, я так понимаю, регулируется. Да. И смотрим. Выставляем, ставим сюда лазер и работаем. Так, давайте перейдем сразу к самому лазеру. Ну, в принципе, маленький, компактный. Уже плюс. Фирма Firecore F112R модель. Работает на двух пальчиках формата 2А. Давайте их сразу ставим. У меня здесь сразу подготовил батарейки Mitsubishi. Так, он сразу включился. Ну, сделано хорошо. Крышечка заподлицо. Не выпирает. Заусенец никаких нету. Не мешает под рукой. Так, давайте выключим. Такой тумблер, жесткий, кстати. Сразу включается компенсатор. Сразу видно, что он старается и выставится. Два лазера. И, если видно, так, сейчас он мигает, потому что не стоит по уровню. Выставили, он сразу перестает мигать. Давайте вот на белой коробке. Я пока на коробке. Потом мы проверим дистанцию, рабочий диапазон. 1 метр, 5 метров и 10 метров. И померяем толщину лазера. Ну, вот, в принципе, сразу включился. Давайте его выключим. Так, и смотрим, как он быстро. Компенсаторы срабатывают. Моментально, буквально полсекунды, и он сразу выставился. Да, отлично, ребят. Вообще хорошо. Вот здесь уже, кстати, лазерные линии очень яркие, очень точные. Если взять предыдущий лазер, там они были такие слабоватые. И мне казалось, что... Ну, в принципе, я был прав, когда уже начали работать с ним. Он предназначен только для маленьких помещений. Ну, 5-7 метров. Потому что дальше уже линии просто-напросто теряются. Здесь видно сразу, что лазер мощнее. В раза два, если может даже и три ярче светят. Но, единственный минус, что он не 360, а направленный. Итак, у нас сверху идет индикация, что сейчас горит, наверное, горизонталь-вертикаль. И также вот кнопочка под корпусом. Нажимаем, получаем вертикаль, получаем горизонталь. Или получаем одно и второе. Тумблером также выключили и включили. Ну, давайте еще пройдемся сверху, снизу. Здесь все плотно сделано. Сборка, кстати, хорошая. Никаких нареканий я не вижу. В этом лазере, к сожалению, нету звукового оповещателя, что если лазер потерял уровень, он начнет пищать. Он здесь просто начинает мигать. Смотрите, я поворачиваю его и все. Начинает мигать, показывает, что стоит лазер не по уровню. В принципе, звук здесь также не нужен. Потому что мы смотрим на лазер, мы сразу поймем. Стоит он по уровню, или не по уровню. Также выключаем сам лазер и зажимаем кнопку переключения линий. Он включается и теперь компенсаторы отключены. Можно уже выставить другой угол. Конечно, сам лазер будет иногда мигать, но для работы, в принципе, очень удобная вещь, что можно выставить и компенсаторы не срабатывают. Он стоит тут жестко, если видно. Не болтается. Поставили, выставили. Также можно переключать линии. При этом компенсаторы работать не будут. Зажимаем и вот смотрите, не болтается. Выключаем. Включаем сам лазер. Видите, сразу срабатывают компенсаторы. Линия болтается. Вот такой вот лазер. Очень классная вещь. Я, ребят, доволен. Теперь давайте перейдем сразу к масштабным тестированием. Посмотрим толщину линии и посмотрим, насколько ярко светит сам лазер при дистанции метр, 5 метров и 10 метров. Хватит ли мощности данному лазеру на большие помещения. И также посмотрим сам захват самого лазера на рабочую область. Все, ребят, переходим к тестированию. Первый тест у нас будет метр от стены. Так, лазерный уровень включен. Вот наши линии. Так, толщина линии, грубо говоря, сколько она идет? 2 миллиметра. 2 миллиметра, не больше. Расхождение. Ну, при ярком свете очень хорошо виден луч. Также цепляет нижнюю область на грань и также заходит по бокам. Давайте сейчас 5 метров. Так, второй тест. 5 метров. Лазер включен. И сам луч. Виден хорошо. Не знаю, как на экшн-камере. На экшн-камере не особо, но, в принципе, я вижу его очень хорошо. Давайте замеряем луч. Так, что у нас здесь? Те же самые 2 миллиметра. Должно быть видно. Показания хорошие. И в третий тест на 10 метров. Третий тест. 10 метров. Вот линия начинается сразу отсюда и пошла к стенке. Пошлите замерим толщину линий. Очень хорошо видно при 10 метрах. Толщина. Ну, здесь уже, да, около 3 миллиметров. Почти 4 миллиметра. должно быть видно. Уже немного расползается. Но область захвата довольно большая. Видите, сразу идет еще на потолок. И пошла линия до самого лазерного уровня. Вертикальная очень хорошая. И также по низу она пошла. Вот она пошла линия. Пошла, 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 пошла. Ярче, ярче. Немного просто, что стоит на стуле. Поэтому это немного неровно. Но так даже вот боковые. Вот она идет 10 метров. Боковые начинаются вот отсюда. Вот где аж цепляет. И пошло. Так, здесь моя тень. И вот пошла линия. Пошла, пошла, пошла. К самому кресту. Ну, область захвата при 10 метрах очень-очень большая. И также тестируем еще сам крепеж с неодимовыми магнитами. Вот я его зацепил. Можно на этот боковой или на этот основной. И цепляем куда угодно. Надо вам на высоте работать. Все, он прицепился. Выставили его. И погнали работать в рабочей области. Искать к любому ящику. Ну, конечно, к железу. И все, и пойдет. Сейчас уровень не стоит. Править его. Чтоб не мигал. И все, и пошло. Можете работать в любых условиях. Если вам нужна диагональ, то выключаем, зажимаем кнопку, включаем и погнали по диагонали. Вот так, ребят. В принципе, лазер вообще классная вещь. Вот этот вот маленький, удобный, практичный, очень яркий и работает в больших диапазонах. Вот так. Поэтому и магниты хорошие, крепкие. Куда угодно. К любому коробу. К любому щиту. И также хотел еще проверить неодимовые магниты. Как они идут на такую крашеную поверхность. Грунтовую. Не гладкую краску, а вот шершавую. Проверяем. Все работает. Все прекрасно работает. Как угодно. Так. Так. Или так. Крепеж для данного лазерного уровня также свои функции отрабатывает на все 100%. Очень хорошие магниты. Захотели лазер, поставили сюда, направили в потолок или вниз, или наоборот куда-нибудь. Прямо или назад. Лево-право. Вот так. Поэтому, ребят, данный лазерный уровень покупки я, конечно, рекомендую. Вещь классная. Очень полезная. Компактная, маленькая. И не такой уж и дорогой. Вот так. Firecore. Моделька F112R. Ссылка на данный лазерный уровень будет под видео. Так что, ребят, можете переходить и приобретать. Если видео понравилось, не забываем ставить пальчики вверх. Подписываться на канал. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok